сравню два приемника которые ко мне попали на обзор один harper hdrs 288 который попроще вот такой стоимостью в зависимости от того как в магазине вы его смотрите от 1000 до 1300 рублей примерно и другой приемник немного подороже harper hdrs 099 который продается где-то в 2000 рублей значит приемники вроде бы визуально одинаковые но вот этот он поменьше поменьше полет полегче плюс у него значит вместо у этого есть ручка для переноски а в эту ручку для переноски нет но есть в комплекте шнурочек который позволяет его тоже организовать как переноску такой шнурочек закрепляется в карманы можно носить на шнурке если кому-то это требуется значит приемники вроде бы похожий но тем не менее есть некоторые различия какие различия значит этот приемник хоть они оба трех диапазонный значит работают в диапазоне fm обратите внимание чтобы этих приемника работают не в полном у кого и диапазоне включая советский и международный от а только в диапазоне fm от 88 до 108 мегагерц ну где собственно говоря значительная часть радиостанции располагается что значит основное отличие св диапазон у них одинаковый а вот коротковолновый диапазон у них различается вот это приемник который побольше работы диапазоне от 6 до 12 мегагерц а вот этот охватывает диапазон от 3 до 22 мегагерц диапазон у него шире он разбит на два поддиапазона поэтому если вы планируете слушать где-то далеко там где fm диапазон ловит плохо и вам нужен короткий волна то стоит обратить внимание вот на этот приемник почему потому что короткие волны коротковолновый приемник который работает диапазоне от 3 до 22 мегагерц у вас будет работать и днем и ночью вы днем сможете слушать в диапазоне св2 которая 9 до 22 мегагерц там станции на самом физика процесса такова что в этом диапазоне радиоволны днем распространяются достаточно хорошо и можно что-то такое поймать в диапазоне от 3 мегагерц до 8 с половиной мегагерц вы будете слушать вечером что-то там ночью прохождение будет хорошим этот же приемник по сути дела в коротковолновом диапазоне можно использовать только вечером потому что от шести с половиной до двенадцати но радиоволны в основном все-таки ближе к вечеру будут проходить есть только какую-то мощную станцию поймать и на среднем волновый диапазон понятно днем там совершенно ничего нет если что ты можно поймать то только в вечернее время значит другой стороны вот этот вот приемничек приятен тем что у него есть экранчик то есть вот этот вот приемник все что она имеет под для управления mp3 плеером это вот несколько кнопок ну кнопку собственно одинаково что там 4 что тут 4 просто не разным способом размещенные кнопки это включение выключение повторение и предыдущий прошлом мелодия но здесь экран который показывает сейчас в окно флешку покажу это работает батарейки мне сейчас находится в этом приемнике значит у меня на usb включен сейчас включу сейчас он тут громко слуха и фай появился на хай-фай такой тут специфический значится что сейчас он опознает у нас все вот экранчик он позволяет вам показывать номер на воде разумеется никаких тегов тут ничего не отразится это достаточно простой mp3 player встроены вот у нас появился номер песни и вот она даже уже заиграла нужно что-то там послушать вот так вот легкий фончик такой сделаем а сами значит поговорим немного плеере ну значит что вот этот вот этот приемник который слева как видите он у нас имеет небольшой экранчик который чего-то там показывает и чего-то там рассказывает на этом никакого экрана нет с точки зрения звука они играют примерно одинаково ну вот левый чисто субъективно звучит лучше конечно у него динамик какой-то такое впечатление более положительно оставил возможно за счет габаритов возможно действительно тут звуковой тракт немножко получше чем в этом то есть звук звучит приятнее ну и плюс вот визуально хорошо заметно в остальном значит то что здесь player играет что здесь возможность у него функциональ возможность у него одинаково то есть можно переключаться между треками здесь посмотреть сколько времени прошло значит этот плеер у этот отставить приемник он же player может читать usb флешки и sd карты этот дополнительно еще читает микро sd потому что него специальный слот под это уже предусмотрен то есть можно как sd ставить так и микро sd небольшую карточку вынуть из телефона и вставить его в коробку побольше такая разница ну и плюс значит что еще этот работает от двух или батареек типа r20 373 пониже советские большие бочонки этот работает от трех батареек собственно говоря разница визуально конечно вот этот вот смотрится на посоление но она стоит дороже этот ничем не хуже но попроще плюс у него два короткого волнового диапазона пусть короткого волнового диапазона более расширены и если нужны именно короткие волны то настоятельно надо обращать внимание вот именно на правый приемничек вот такие два приемника фирмы harper спасибо за внимание